А тут с земли поднимались какие-то пернаты, из которых одним великан призраждал путь, а другие перелетали через него и, миновав его, уже безмездно, безбедно возносились в горе. На последних он скрижетал зубами, а о первых радовался. Невидимый голос сказал при всем, Антоний, уразумей виденное. «Тогда отвергся ум его, и он уразумел, что это есть воспрохождение душ от земли, и что великан этот есть исконный враг наш, который удерживает нерадивых и покорявшихся его внушением, и возбраняет им идти далее, а ревностных и не слушавших его задержать не может, и они проходят выше его». Такое видение святой Антоний принял, как бы за напоминание себе, и стал прилагать еще большее старание при успеянии, в подвигах, в противлении всему вражескому. С той же целью, то есть для возбуждения большей ревности о чистоте жизни, рассказывал он о всем видении и другим. А в Акроне говорит, что однажды святой Антоний рассказывал об этом видении перед большим собранием. Причем он дополнял, что святой Антоний перед этим видением целый год молился, чтобы ему открыто было, что бывает по смерти с душами праведных и грешных. Что у великана руки простерты были по небу, а под ним лежало озеро величиной с моря, в которое падали птицы, которых ударял он рукою. В латинском отечнике, в рассказе о всем, дается мысль, что пернатые тогда только ударяемы были великаном и не впадали в озеро, когда останавливались сами в воздухе ниже его рук, не имея сил подняться выше их, а которые сильны были подняться выше его рук и головы. На тех он только скрижетал зубами, смотря как они воспаряли потом к небу и были принимаемы ангелами. Каким возбудительным страхом исполнялись души, слыша о всем. Но вот и отрадное видение, сильное оживлять ревность по ваням светлого состояния. Это видение о святом Аммоне, не только ученике, сколько друге и собеседнике святого Антония. Пишет святой Афанасий, что святой Антоний, сидя однажды на горе, взглянул на небо и видит, что кто-то огненную полосой возносится по воздуху на небо, а свыше сходит к нему в встретение сон радующихся ангельских ликов. Девясь тому, он начал молиться, чтобы Господь благоволил открыть ему, что сие значит. И был к нему голос. Это душа Аммона, Нитрийского инока. Сей Аммон до старости прожил в строгом подвижничестве. Он бывал у святого Антония, святой Антоний бывал у него. Расстояние от Нитрийских гор до горы святого Антония – 13 дней пути, 650 верст. Когда бывшие при нем братья спросили его, чему он там удивился, он рассказал, что видел и слышал об Аммоне. Когда через 30 дней пришли братья из Нитрии, они спросили об Аммоне и узнали, что он точно скончался в тот самый день и час, в который старец видел, как душа его возносилась на небо. Не менее сильно прогонять раздлинение и возбуждать энергию и следующее видение, о котором рассказывает сам святой Антоний. Молил я Бога, говорит он, показать мне, какой покров окружает и защищает монаха. И видел я монаха, окруженного огненными лампадами. И множество ангелов блюли его, как зеницу ока, ограждая мечами своими. Тогда я вздохнул и сказал, вот что дано монаху. И несмотря, однако, на то дьявол одолевает его, и он падает. И пришел ко мне голос от милосердного Бога и сказал, никого не может не зажить дьявол, он не имеет более никакой силы, после того, как я, восприяв человеческое естество, сокрушил его власть. Но человек сам от себя падает, когда предается нерадению и поблажает своим похотям и страстям. Я спросил, всякому ли монаху дается такой покров? И мне было показано множество иноков, огражденных такой защитой. Тогда я вас звал, блажен род человеческий и особенно воинство иноков, что имеет Господа столь милосердного и столь человеколюбивого. Будем же ревновать о спасении своем и, прогнав всякое нерадение, усердно нести труды наши. Да сподобимся Царствию Небесного благодатью Господа нашего Иисуса Христа. В другой раз святой Антоний открыл своим ученикам, как от умоления ревности расслабеет монашество и померкнет слава его. Некоторые ученики увидели бесчисленное множество иноков в пустыне, украшенных такими добродетелями и с таким жаром, ревнующих о преуспеянии в святом житии отшельническом. Спросили Аву Антонию, «Отче, долго ли пребудет этот жар ревности, эта любовь к уединению, нищете, смирению, воздержанию и всем прочим добродетелям, которым ныне так усердно прилежит все это множество монахов?» Человек Божий с воздыханием и связами ответил им, «Придет время, возлюбленные дети мои, когда монахи оставят в пустыне и потекут вместо их в богатые города, где вместо этих пустынных пещер и тесных келий воздвигнут гордые здания, могущие спорить с палатами царей, и вместо нищеты возрастет любовь к собиранию богатств. Смирение заменится гордостью, многие будут гордиться знанием, но голым, чуждым добрых дел, соответствующих знанию. Любовь охладеет, вместо воздержания множатся все его угодия, и очень многие из них будут заботиться о роскошных яствах, не меньше самых мирян, от которых монахи ничем другим отличаться не будут, как одеяниям и наглавникам. И несмотря на то, что будут жить среди мира, будут называть себя уединенниками, монах, собственно, уединенник. Притом оно будет величать и говорить, я палов, я полоса. Как бы вся сила их монашеса состояла в достоинстве их предшественников, они будут величать отцами своими, как иудеи, отцом своим Авраамом. На будущее время и такие, которые окажутся гораздо лучше совершений нас. И во блажении тот, кто мог приступить и не приступил, и зло сотворить и не сотворил, нежели тот, кто влеком был к добру массой стремящихся к тому ревнителей. Почему Ноя, Авраам и Лот, которые вели ревностную жизнь среди злых людей, справедливо так много прославляются в Писании? Так и другим напоминаниям, то есть о смерти, и о том, что будет по смерти, возгревается страх Божий, который есть третий возбудитель ревности. К страху Божий призывал святой Антоний, как мы видели уже в многосодержательном изречении. Всегда имейте страх Божий, бойтесь того, кто мертвит и живит. В другом кратком изречении он указывает в страхе Божьем источник готовности и годности на все добродетели. Страх Божий, говорит он, есть начало всех добродетелей и начало премудрости. Как свет, входя в какой-либо темный дом, разгоняет тьму его и освещает его, так страх Божий, когда войдет в сердце человеческое, прогоняет тьму и возжигает в нем ревность ко всем добродетелям. Потому всячески предостерегал он от потери сего страха. Не выходи, говорил он из келии, а то потеряешь страх Божий. Ибо как рыба, извлеченная из воды, умирает, так замирает страх Божий в сердце монаха, если он выходит из келии блуждать вне. Но все эти поддержки ревности действуют понудительно, влекутся вне, хотя устрояются внутри. Надо стяжать внутренних возбудителей ревности, так, чтобы она сама била из сердца, как ключ воды. До этого доводит сердце. Ощущение сладости жизни по Богу, пока не образуется это ощущение, до тех пор ревность наша ненадежна. Почему, когда один брат спросил святого Антония, отчего, когда Бог по всему Писанию обещает душе благо высшее, душа не бывает постоянно твердо в искании их, а уклоняется к приходящему, тленному и нечистому. Он отвечал, кто не вкусил еще сладости небесные благ, тот не прилепился еще к Богу от всего сердца своего, потому и возвращается на тленное. Но пока не достигнет кто такого совершенства, должно работать Богу из покорности святой воли его, так, чтобы таковой, пророкам говорил, «Был я подобен скотам, то есть я работал себе, как подъеремное животное». Салом 72.23 «Отсюда любовь к Богу еще сильнейший возбудитель ревности». Святой Антоний сам по себе знал, что любовь сильнее страха, и говорил, «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его, то есть не страхом побуждаюсь, как держать себя, но любовью, ибо любовь изгоняет страх». 31. «И других убеждал Он, чтобы более всего воспитывали в себе любовь к Богу, как силу несокрушимую и неотпадающую. Так, когда однажды спросили его братья, чем лучше можно угодить Богу? Он ответил, «Самое угодное Богу дело есть дело любви». Его исполняет тот, кто непрестанно хвалит Бога в чистых помышлениях своих, возбуждаемых памятью о Боге, памятью об обетованных благах и о всем, что Он для нас совершит, совершить благоволю. От памятования о всем этом рождается любовь полная, как предписывается. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всей силой твоей». И как написано, «И как олень желает потоком, вот так желает душа моя к тебе, Боже, вот дело, которым должны мы благоугождать Богу, да исполнятся и в нас слова апостола, кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или побои, или меч, ничто». От всей любви, или вместе с ней приходит радость, доброделание и пребывание в порядках Божьих, которое, в свою очередь, становится возбудителем ревности. Сюда относятся следующие изречения святого Антония. «Спросили его, что есть радость о Господе?» Он ответил, «Делом исполнить какую-либо заповедь с радостью, во славу Божию. Вот что есть радость о Господе. Ибо, когда исполняем его заповеди, нам должно радоваться. Напротив, когда не исполняем их, должно нам печалиться». Почему постараемся исполнять заповеди с радостью сердца, чтобы взаимно соутешаться в Господе? Только всячески при этом будем опасаться, чтобы, радуясь, не вознестись гордостью, но все упование свое возлагать на Господа. Подвиг и доброделание, в частности. Так руководимая и возгреваемая ревность обращается на подвиги телесные и душевные, и на всякое доброделание. Сколько надо бы измождать плоть свою, указал святой Антоний в общем наставлении о подвигах и в исчислении причин движения похоти, между которыми стоит и питание вдоволь плоти, чем как средство против таких движений указывается на истощание тела постом. Стоян, то не заповедовал быть к телу очень строгим и осуждал всякую поблажку, почему неблаговолительно отнесся о тех, кои ходят в баню. Отцы наши, говорил он, и лиц своих никогда не умывали, а мы ходим в бане мерзкие. После усмирения плоти большое значение придавало на буздание языка. Этот подвиг стал наряду со страничеством, говоря, страничество наше в том, чтобы держать затворенными уста свои. Те же, которые говорят все, что не приходит им в голову, походят на двор без ворот, на который сходит, кто не захочет, подходит к стойлу, отвязывает осла. Мысль это хоть не святым антонием высказана, но в присутствии им, конечно, одобрена. Еще большое значение давало он сиденье в келье. Как рыбы, говорит, настаивши долго на суше, умирают, так и монахи, находясь долго вне кельи пребывания с мирскими людьми, теряют любовь к безмолвию. Посему, как рыба рвется в море, так и мы должны спешить келью, дабы не забыть о внутреннем бдении. Вообще советовал держать себя в келье и так строго, чтобы келья для ненага была пища вавилонская, обжигающая в нем все нечистое. Допускал, однако, что некоторое послабление в напряжении подвигов, как видно из ответа его охотнику. Сказывает, что некто, ловя в пустыне диких зверей, увидел святого Ава Антони, шутил с братьями и соблазнился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление, братья и говорит ему, положи стрелу на лук и натяни его. Он сделал так. Старец говорит ему, еще натяни, вот еще натянул. Опять говорит, еще натяни. Охотник отвечал ему, если я сверхмерно натянул лук, то он переломится. Да, старец сказал ему, так и в деле Божьем. Если мы сверхмерно будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Посему необходимо иногда давать, хотя некоторые послабления братьев, охотник, услышав это, пришел в умиление и пошел от старца с назиданием, а братья, укрепясь тем, возвратились в свое место. Более, впрочем, сохранились такие изречения и сказания, в которых указываются душевные подвиги или расположение сердца, условливающие успех таковых. терпение, терпение. Оно столько нужно подвижнику, что, коль скоро его нет, то и сам он никакой цены не имеет. Так хвалили братья святого Антония, одного монаха. Когда монах к себе пришел, святой Антоний захотел испытать его, перенесет его на оскорбление и видит, что не переносит, сказал ему, ты похож на село, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками. Терпение нужно, потому что искушения для нас нужны. И святой Антоний говорил, никто без искушения не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы и не спасся. 41. Молитва. Этому учил он пример, и мы бы все знали, как долго он молился. Мы знаем, говорили ученики его, блаженный Сарисий иногда так углублялся в молитву, что проставил в ней целую ночь, и когда восходящее солнце пресекало с ее пламенную восхищение ума молитву, мы вспыхали, как он говорил, зачем мешаешь ты мне, солнце, ты для того, будто и восходишь, чтобы отвлекать меня от божественного умного света. Так, когда брат спросил святого Антония, что мне делать с грехами моими, он отвечал, что хочешь освободиться от грехов, кто хочет, плачем, истинанием освободиться от них, и кто хочет настроиться на добродетели, слезным плачем настроиться. Сама псалмопения есть плач, помни пример языки царя иудейского, который, как написано в Исаии пророка, глава 38, за плач не только получил исцеление от болезни, но и сподобился прибавление жизни на 15 лет, и того, что нашедшее на него вражеское войско 185 тысяч, сила Божия поразила на смерть ради пролитых им слез. Святой Петр, апостол, плачем, получил прощение в том, что погрешил против Христа, отрехшись от него. Мария, за то, что орошала слезами ноги Спасителя, подобилось услышать, что об этом всюду будет возвещаться вместе с проповедью Евангелия. Места же смеху не находил Святой Антоний в жизни инока. Когда ученики спросили его, можно ли нам когда-нибудь смеяться, ответил, Господь наш осуждает смеющихся, когда говорит, горе вам смеющимся ныне, ибо возрыдайте и восплачете. Семьи Святой Антоний Великого. 43 пункт. Каспета первая. Итак, верному монаху не должно смеяться, нам должно пачи плакать о тех, коими хулиться имя Божие по той причине, что они приступают закон его и всю жизнь свою проживают, погрязая во грехах. Будем рыдать и плакать, непрестанно умоляя Бога, чтобы он не попустил им ожесточить во грехах и чтобы смерть не застала их прежде покаяния. Смирение. Привлекающая покров свыше и обезопасивающая от всех падений. Видел я, говорил Святой Антоний, однажды все сети врага распростерты по земле и со вздохом сказал, кто же их бегнет их, но услышал голос, говорящий мне смиренно мудрее. почему внушал потом, если подвязаемся добрым подвигом, то должно нам крайне смиряться перед Господом, чтобы он, ведающий немочь нашу, покрывал нас десницей своей и хранил, ибо если вознесемся гордостью, он отнимет покров свой от нас и мы погибнем. В другой раз сказал он, как гордость и возношение ума неизвергли дьявола в высоты небесной в бездну. Так смирение и кротость возвышают человека от земли на небо. Почему, что подвиг, например, молчания не привел к гордости, он советовал давать ему самоуничижительный смысл. Если кто говорил, он берет на себя подвиг молчания, пусть не думает, что проходит какую добродетель, но пусть держит в сердце, что потому молчит, что недостоин говорить. Внушал также Святой Антоний, что сам Господь так ведет нас внутренно, что скрывает от нас наше добро, чтобы удержать неренных о себе чувствах. Он говаривал, если мельник не будет закрывать глаз животного, вращающего колесо, то дело его не будет идти успешно. У этого животного кружилась бы голова, и оно падало бы, не имея возможности работать. Так и мы по Божьему устроению получаем прикрытие, чтобы нам не видеть добрых дел своих, дабы, ублажая себя за них, мы не возгордились и не потеряли плода всех трудов своих. Это бывает, когда мы оставляем и бываем обуревать с нечистыми помыслами, в которых мы не можем не осуждать самих себя и своей мысли. А в таком положении помышление нашей доброте не может иметь места, и, следовательно, наше маленькое добро прикрывается и не видно бывает из-за этих нечистых помыслов. Сколько пагубно самомнение это разительно внушалось падением юного подвижника после совершенного им чуда. Мимо места, где подвижался этот юный, шли старцы к святому Антонию и крайне утомились. Он позвал диких ослов и повелел им донести на себе этих старцев до святого Антония. Когда старцы сказали об этом святому Антонию, он отвечал «Монах этот, как мне кажется, есть корабль полный груза, но не знаю, зайдет ли он в пристань». И действительно, возмечтав о себе, он через несколько времени пал. Прозрев это, святой Антоний сказал ученикам «Все час пал тот юный подвижник». Пойдите, посмотрите. Они пошли и увидели его сидящим на рогоже и оплакивающим сделанный грех. Но сколько самомнение пагубно, столько же напротив спасительно самоуничижение. Это представляет пример башмачника, о котором святой Антоний имел указание свыше. Святой Антоний молился в келии своей и услышал голос, говоривший ему «Антоний, ты еще не пришел в меру такого-то башмачника в Александрии». Святой Антоний пошел в Александрию, нашел этого башмачника и убедил его открыть, что есть особенного в его жизни. Он сказал «Я не знаю, чтобы когда-нибудь делал какое-либо добро, почему уставши утром с постели, прежде чем сяду за работу, говорю, «Все в этом городе от мала до великого идут в царстве Божьей за свои добрые дела, один я за грехи мои осужден буду на вечные муки». Это же самое со всей искренностью сердечной повторяю я и вечером, прежде чем лягу спать. Услышав это, Святой Антоний сознал, что точно не дошел еще в такую меру. Не это ли послужило поводом к тому, что он потом часто повторял объединять и делать это искренно, ибо кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог. Взаимное услужение и помогание. Братья спросили у Святого Антония, «Если кто скажет, я ничего не буду брать у братья и сам ничего не буду им давать, для меня достаточно моего. Хорошо ли это?» Святой Антоний отвечал, «Дети мои, кто таков, тот жесток сердцем, и душа у него, душа льва, его должно считать отчужденным от сообщества всех добрых людей». В другой раз спросили еще его, «Как должно служить братьям?» Он отвечал, «Братья, которые хотят служить братьям, пусть служат им, как слуги своим господам, и как Господь служил Петру, которому оказал он последнее услужение, будучи творцом его. Этим показал Господь, что если те, которые отвергают оказываемое им услужение, не безупречны, то тем паче достойно осуждение те, которые низким считают послужить братьям. Если первые не будут иметь части с Господом, как сказал Господь Петру, то что сказать о последней 54? И вообще говорил он, «От близнего жизнь и смерть, ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазняем брата, то грешим против Христа. Сострадание и снисхождение к падающим» 55. В обители Авва Ильи с одним братом случилось искушение, его выгнали оттуда, и он пошел в гору к Авве Антонию. Авва Антоний, поддержав его несколько времени у себя, послал в обители, с которой он пришел. Но братья опять прогнали его. Он снова пришел к Авве Антонии и сказал ему, «Не захотели принять меня братья отче?» Когда старик послал его с такими словами, «Буря застигла корабль на море, он потерял груз свой и с трудом сам спасся. А вы хотите потопить и то, что спаслось у берега?» Братья, услышав, что брата послал к ним Авва Антоний, тотчас приняли его. В одной обители оклеветали брата в блудодеянии, и он пришел к Авве Антонию. Пришли также и братья из обители, чтобы врачевать его и опять к себе взять. Они стали обличать его, затем он так сделал. Зачем? А брат защищался, говоря, что ничего такого не делал. Случилось тут быть и Авве Пахнути и Кефаву. Он сказал им такую притчу. «На берегу реки видел я человека, который увяз по колено в грязи. Некоторые пришли подать ему помощь и погрузили его по самую шею». Авва Антоний сказал после этого «Вот истинно такой человек, который может врачевать и спасать души». Братья, тронутые словами старца, поклонились брату и по совету отцов приняли его опять к себе. Замечательна мысль святого Антония о том, кто может иметь истинное братолюбие. Он говорил «Человек никогда не может быть истинно добрым, как бы он не желал того, если не селится в него Бог, ибо никто же благ, только Бог один». Последняя цель всего и верха совершенства это Бога веселье или жизнь в Боге и есть последняя цель всех подвижительских трудов и верха совершенства. Сам Бог показался святому Антонию, когда он подобился такого откровения в пустыне. «Есть в городе некто подобный тебе искусством врач, который избытки свои отдает нуждающимся и дневно поет ангелами Пресвятое». То есть при совершенстве любви к близнему в Боге живет и перед Богом ходит. Совершенство святого Антония. Говорили об Аве Антонии, что он был прозорливец, но избегаемого вылезку и не хотел разглашать о всем. Ему открываемы были настоящие и будущие события мира. Один старец спросил у Бога, чтобы ему увидеть отцов в славе, и увидел он их все, кроме Ава Антония. Он спросил того, кто показывал ему, где же Ава Антония? Кто-то отвечал, «Антоний там, где Бог». Объяснение некоторых изречений святого Антония великого, сделанной после его смерти одним старцем. Вопрос монахов. Как должно понять слова святого Ава Антония, которые он сказал ученицу своему Павлу, когда тот, оставя мир, просился много братьей, которые могут поддерживать свою слабость? Ответ старца. Из этого научаемся, что мы должны принимать монастыри стариков, немощных, больных, слепых и расслабленных, должны любить их, когда они с радостью и усердием посвящают себя стяжание добродетелей. Хотя по немощам своим и не могут поднимать всех трудов. Потому немалого укора достойны те настоятели монастырей, которые не принимают немощных стариков, хотя известно, что они очень добрых нравов и принимают охотно крепких юношей для исполнения разных служб по монастырю и для посылок, хотя они дерзкие и бесстыжи. Таких настоятелей блаженный истолкователь строго обличает в книге совершенствия управления обителей, говоря, они позволяют ученикам своим оставаться нерадивыми в делах добродетели, а к делам телесным и мирским сильно побуждает киш. Тем, которые приняли монашество, чтобы прилежать добродетелям, они не дают отдыха и покоя от мирских дел, непрестанно заставляя исполнять киш, и укоряют их, бранят, осмеивают, осуждают, если когда они не с особенной поспешности исполняют порученное им дело по немощи или то, или иногда по ослаблению усердия, хотя бы они очень были заботливы и усердны в делах духовных. Напротив, великими это мирские дела, хотя они преленивы на стяжании добродетелей. Это трудолюбие происходит у них не от добродетелей послушания, а от того, что они любят заниматься мирским. Но что всего хуже, ленивы ли они или старательны, их имеют как рабов. Ава Жапимен сказал, если из трех киновитов один прекрасно безмолвствует, другой болен, но благодарит Бога, а третий охотно исполняет послушание, то все они в одном состоят в подвиге. Этими словами показал Святой Фей, что в монастыре, где собраны многие монахи, должны быть не одни крепкие телом, нужные для исправления разных послушаний, но и немощные братья, предающие себя непрестанному безмолвию. Иначе суетен весь труд их. Фокус. Всего ради Ава Антония сказал Павлу ученику своему, вступай, сиди в уединении, чтобы изучить брани, бывающие от демонов. Ответ. Желая ему совершенства, ибо совершенство монаха состоит в навыке его править духом всем себе. Но такое самоправление духовное приходит вместе с чистотой сердца. Чистота же сердца бывает, когда им правит ум, а умом правит непрестанная молитва. Брань же от демонов бывает через помыслы и привидения, которые в уединении и безмолвии сильнее возбуждаются. Сила ответа уединения дает непрестанные случаи к бране самыми тонкими помыслами встеваемыми демоны. Эта брань ведется умом молитвеном, богесущим и внимающим сердцу и их правящим. Непрерывность его подвига духовного при разнообразии опыта в бране научает духовному самоуправлению и образует навык к нему, а в нем все духовное совершенство монаха и всякого христианина. Вопрос. Что значит сказано Аво и Антониум? Как извлеченные из воды рыбы умирают, так случается и с монахом, который долго промедливает вне келии своей. Каким образом монах умирает подобно рыбе? Ответ. Жизнь души состоит в непрестанном любительном богомыслии, которое достойно именовать себя жизнью души, обнимая и соединяя в себе ум и сердце. Итак, если монах будет толкаться по городам, то развлекаясь видением и разговорами, он лишается духовной жизни и умирает, потому что он отводится от Бога и забывает его, и изгоняет из сердца своего любовь ко Христу, который стяжал себе многими трудами, когда безмолвствовал в келью. Сверх того, расслабляется в нем любовь к лишениям и притрудностям. И он придается упокоению, плоти, удовольствиям и возмущается чистота сердца его по причине метущегося движения образов, которые входят и выходят через чувства, зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния. И через слово. Это же все наводит его тогда на блуд и другие страсти, кое суть истинная смерть и погибель монаха. Итак, хорошо сказал блаженный Антоний, как умирает рыба, извлеченные на сушу, так умирает монах, который, оставя келью, проводит время в городах и селениях. Вопрос. Ава Антоний говорит, кто живет в уединении, тот свободен от трех браний. Брани от языка, зрения и слуха. Остается же у него только брань сердца. Объясни нам, пожалуй, эти слова блаженного. Ответ. Не потому он так сказал, чтобы брань в безмолвии и уединении была меньше брани, воздвигаемой в братьях, которые ум развлекаются зрением, слухом, языком. Но он показывает этими словами, что живущим в уединении чужды брани со стороны чувств, которыми другие, терзаемы, бывают более, чем те бранями сердца, которые поднимают в них демоны. Отцы наши того ради уходили в безмолвие, чтобы брани сердца не были усиливаемые бранями со стороны зрения, языка и слуха. Ибо как легко падают браки общежительные, которые то выходят из монастыря, то входят в монастырь, ибо у них к брани сердечной присоединяется брань со стороны телесных чувств. Так удобно падают и монахи, которые живут в безмолвии и тревожим убывают только брани сердечными, если и к ним подойдет брань со стороны телесных чувств. Это довольно полно оправдано теми братьями отшельниками, которым в то время, когда они жили в уединении, приходили по какому-либо случаю женщины, и у которых потому к брани сердечной присоединялось видение тела и красоты лица. Они тотчас были преодолеваемо усиливавшуюся бранью сердца и падали. Что подлинно у тех, кои живут в уединении, брань со стороны душевных чувств, сильнее ожесточения, нежели брань со стороны чувств телесных. Это можно видеть из слов блаженного Ивагрия, который говорит, что в университете. Спасибо.